Глава региона Роман Старовойт провел заседание попечительского совета по восстановлению курских святынь. На особом контроле монастырь в коренной пустыне. За качеством, темпами работы и финансированием пристальный контроль. В неудовлетворительном состоянии сейчас лестница, ведущая к святому источнику. Ступеньки отремонтируют по европейским стандартам таким образом, что пройти к святыне без проблем можно будет в любую погоду. Здесь и скользко может быть, и снег надо убирать. А в Европе мы посмотрели, там из мелкой ячейки оцинкованный материал, и снег будет туда проваливаться и чисто будет. Члены попечительского совета обсудили не только благоустройство территорий вблизи монастыря в коренной пустыне. Постепенно преображаются многие храмы, в том числе и в областном центре. Вот так вот всем миром мы помогаем нашей епархии восстанавливать, ремонтировать и действительно создавать, может быть, где-то новые изюминки такие и цветыни, которые посещаются и жителями Курской области, и гостями нашего региона. Уверен, что дальше так будем действовать. В ближайших планах отремонтировать пол в Знаменском соборе. Для этого понадобится закупить гранитный камень примерно на 21 миллион рублей. В попечительском совете надеются на помощь инвесторов. Просто плитка такая, которая уже сейчас в трещинах, там уже выбивается. Надо уже сделать, нам, конечно, хотелось бы, вот действительно красивый гранитный пол. Преображение остро требует и Михайловский храм. Он является памятником культуры федерального значения. Но, несмотря на это, он до сих пор находится в полуаварийном состоянии. Это, как говорится, моя боль головная и сердечная. И мне за него просто стыдно. Вот он в таком виде. Он ободренный стоит, грязный. Реставрационные работы в Михайловском храме начнутся после установки лесов и оформления документации. Полномочия по выдаче разрешения и приемке работ, они переданы региону. То есть разрешение, приемку и контроль работы осуществляем мы на данном объекте. По переданным полномочиям. Ремонт фасада, штукатурка, выкраска, докомпоновка каких-то утраченных элементов. Общая сумма запланированных работ по восстановлению Курских святынь в 2023 году состояла 57 миллионов рублей. Егор Горожанкин, Владислав Соболев. События дня.